Музыка Ежегодно в первый день весны неофициальный праздник отмечают сотрудники всех криминалистических подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации. День эксперта-криминалиста. Выбор пал на эту дату не случайно. 1 марта 1919 года в стране была создана первая криминалистическая служба. При центре розыски РСФСР создали кабинет судебной экспертизы. На тот момент количество экспертиз было ограниченным. В основном исследовались вещества и документы. Со временем появлялись новые виды исследований и к настоящему моменту эксперты-криминалисты умеют творить настоящие чудеса. С вами программа «Вызов принят». Здравствуйте! Работу сотрудников экспертно-криминалистической службы можно назвать уникальной и очень сложной. Зачастую им приходится работать в трудных условиях, в любую погоду и в любое время суток. Это связано с особенностями их деятельности. Они первыми выезжают на место происшествия вместе с оперативниками. Работы, которые мы проводим по осмотру, мы проводим обязательно в перчатках, либо в тряпичных, либо в резиновых. В данном случае можно обойтись с тряпичными. То есть что у нас еще есть? Есть дакталоскопические кисточки. То есть вот составные две – это магнитная и обычная кисточка. Потом уже для удаления. Берем, допустим, порошок. Это основное средство для изъятия следов пальцев на месте происшествия. То есть порошки у нас бывают темные, светлые, разных цветов, красные. В зависимости от того предмета, на котором оставлены цвет. Да, ну допустим, то, что у нас сейчас предмет, следоноситель темного цвета, то нам нужен обязательно светлый порошок. То есть каким образом мы удаляем. То есть берем и наносим на поверхность. Потом также непосредственно с помощью кисточки удаляем лишний. Порошок у нас магнитный, поэтому он примагничивается к магнитному. Дальше берем кисточку и уже удаляем. Аккуратно, вот если смотреть, они как мазки сейчас идут. А если уже удалять, аккуратненько с кисточки, то начинает проявляться гулярная линия. Берем, допустим, вот к следу. Прикладываем. И дальше просто разлаживаем аккуратно. Все, разлаживаем, в принципе, там никаких... Так как поверхность ровная, все должно у нас идеально отобразиться. Дальше аккуратненько. Берем. Нанимаем. Вот у нас отобразился на пленке след. Берем конверт. Кладем в конверт. Заклеиваем его. И подписываем. Обычной ручкой берем. То есть один след пальца руки, изъятый-то с отрезка вот до телоскопической пленки. Изъятый на такой-то порошок. То есть указываем название порошка. То есть у нас это ПМДБ порошок называется. Пишем адрес, где изъято данный след. Пишем число. И отдается данный, нечестный догадец, отдается уже старшему следственной оперативной группе. И он уже в дальнейшем выносит отношения, либо постановление на назначение, либо исследования, либо экспертизы. И уже к нам потом поступают данные материалы. И мы уже исследуем их. Практически ежедневно им приходится решать непростые загадки, помогающие раскрывать преступления. В своей работе они используют современные научно-технические знания. В рамках судебных компьютерных экспертиз мы исследуем информацию, которая содержится на различных компьютерных накопителях информации. Таких как накопители на жестких магнитных дисках, флеш-накопители, карты памяти, оптические диски, мобильные устройства, такие как телефоны, планшеты и так далее. Накопители на жестких магнитных дисках могут быть как в составе каких-то компьютерных систем, таких как системные блоки, ноутбуки, видеорегистраторы и так далее. Так и отдельные. Для их исследования у нас есть специализированные аппаратные обеспечения и программные обеспечения, комплексы для планирования информации. Для исследования мобильных устройств у нас есть специализированный программно-аппаратный комплекс УФЭД, специализированные стенды для исследования, извлечения информации, анализа и создания отчетов и заключения эксперта. Основная цель у нас заключается в поиске, восстановлении удаленной информации, восстановлении обстоятельств работы пользователя за компьютером, в извлечении информации из мобильных устройств, допустим, в частности. Из мобильных устройств, да, можно получить информацию о звонках, контактах, сообщениях, переписке в программах для обмена мгновенными сообщениями, историю посещения веб-страниц в браузерах. Чтобы справиться со служебными задачами, работнику необходимо владеть глубокими знаниями в самых разных областях науки. Например, здесь сидят генетики-биологи. Есть несколько этапов в генетике. Первый этап мы должны найти объект, содержащий ДНК. ДНК. Потом мы должны вытащить из клетки эту ДНК. Как бы у ребят был, в принципе, процесс выделения из клеток ДНК в раствор. Следующий этап, это, допустим, у меня этап, который мы ставим, это... Следующий этап, нужно узнать, сколько там, в каком-то объеме содержится ДНК. Потом у нас есть этап размножения этой ДНК и этап считывания ДНК. Всех много, это не один, не так всё просто. Лаборатория ДНК в экспертно-кармитическом центре функционирует с 2006 года. На данный момент за весь период выполнено порядка 15 тысяч экспертиз и исследований, чей примечательный ДНК-анализ. То есть, если раньше у нас была возможность проведения только экспертиз биологических по установлению групповой принадлежности, крови, слюны и прочих биологических выделений, то сейчас мы подошли уже к более радикальному методу исследования конкретному. Это ДНК-анализ. То есть, при помощи данного метода исследования мы можем дать категоричный вывод о том, произошёл ли данный объект биологически от того или иного лица. То есть, сомнений в этом исследовании быть не может. То есть, вероятность, она практически стопроцентная. Исключение у нас составляет, конечно, однояйцевые близнецы. Тут генетика бессильна, поскольку эти особи имеют абсолютно одинаковый генотип. Процедуры, благодаря которой, как мы знаем по фильмам, раскрываются практически любые преступления, на самом деле не так уж проста. Это кропотливый труд. К тому же, высока доля ответственности на ошибку не имеет права никто из экспертов. Одна ошибка может сломать человеческую судьбу. Но данные, полученные в лаборатории, настолько ценны, что их используют в государственных масштабах. Ежемесячно буквально идёт объединение по параметрам. Это след-след, да, у нас объединяются уголовные дела, или след-лицо. То есть, у нас определяется конкретное лицо, причастное к совершению того или иного преступления, либо происшествия. В нашей лаборатории осуществляется реализация 242-го федерального закона о густарственной геномной регистрации в Российской Федерации, да, о чём он у нас говорит. Проще можно выразить так, что гены всех самых опасных преступников у нас будут взяты на контроль. То есть, у нас происходит цепирование, то есть исследование генотипа, и постановка на учёт именно в федеральную базу данных геномной информации лиц осужденных и отбывающих наказание за все тяжкие, особо тяжкие преступления, а также все преступления в области половой неприкосновенности. То есть, в порядке геномной регистрации, предусмотренные вышеупомянутым федеральным законом, образцы данных лиц на специальных носителях поступают к нам из учреждений в СИН. У нас они исследуются и ставятся на учёт именно в федеральную базу данных. То есть, это база единой по всей Российской Федерации. Без экспертов-криминалистов не обходятся и в сфере экономических преступлений. Часто главной уликой против взяточников являются аудиозаписи некоторых разговоров. Основная часть экспертизы у нас проходит по даче взятки, по мошенничеству. Это наше основное направление деятельности. То есть, это некие аудиофайлы, в которых надо идентифицировать и установить принадлежность голосу тому или иному лицу. Да. А в чём сложности чаще всего бывают? И с какими аудиозаписями приходится вам работать? Это диктофоны телефонов или ещё что-то? Это оперативные записи, которые нам предоставляют оперативные службы. И это всегда записи телефонов, переговоров. Либо это записи, полученные оперативным путём, записанные на диктофон. А в чём сложность идентификации? Голос немножко трансформируется, да, на таких? Да, всё зависит от канала связи. Можно ли говорить о точности? Насколько вероятно, что вы можете ошибиться? Ну, пока за нашу экспертную деятельность, за нашу практику, 10 лет мы на службе, такого у нас не было. При этом коварные преступники почти всегда используют кодовые и шифровые слова. И эксперты фоноскопического направления в буквальном смысле разгадывают шарады и ребусы. Мало идентифицировать человека, да, сказать, что это он звучал на аудиозаписи. Важно ещё установить какие-то обстоятельства дела. Допустим, при обсуждении передачи наркотических средств часто преступники не используют открыто наименование наркотиков. Используют узкую специальную лексику. Используются жаргоны, используются арго. И задача лингвистической экспертизы установить, говорили ли они, допустим, о наркотиках или просто они продавали какие-либо билеты. И это является задачей лингвистической экспертизы. Устанавливаем, допустим, наличие угрозы в тексте. Это может быть ярко выраженная угроза. А может быть, человек просто вспылил и сказал в сердцах, и это не воспринимается как угроза. Это тоже задача лингвистической экспертизы. Сейчас у нас экспертиза – это по передаче денежных средств. Идет ли речь о деньгах или не идет речь. Потому что в открытую различные номинования денежных средств, такие как, допустим, купюры, деньги, монеты, не называются. В случае дачи или... В случае дачи взятки, в случае получения взятки, бывают разговоры, которые состоялись ранее, и имеются отсылки к разговорам, которые нам не представлены. Все это позволяет установить лингвистическая экспертиза. Основное наше оружие для работы – это справочная и словарная литература, где кодируются какие-либо языковые репрезентанты, представители, по которым мы определяем, о чем идет речь. Из опыта работы можно сказать, допустим, что люди иногда продают просто какие-то документы. А у документов есть запах, цвет, вес. И вот из этого мы выходим, ищем какие-то ключевые понятия, синонимы. И уже ассоциативный ряд выстраивается, и мы приходим к выводу, что да, допустим, речь идет о наркотиках, или речь идет, допустим, о деньгах, или, допустим, о каком-то оружии продаже. Работу экспертов-криминалистов можно назвать уникальной и очень сложной. В своей ежедневной деятельности им приходится сталкиваться с решением непростых загадок, которые требуют от них глубоких познаний в различных областях науки. Вот почему они пользуются в ежедневной деятельности новыми научно-техническими достижениями. Эксперты-криминалисты работают в любое время суток и в любую погоду. Ведь они первыми выезжают на место происшествия вместе с оперативниками. Непосредственно с этим чемоданом каждый раз выезжаем на все осмотры места происшествия. То есть у каждого эксперта есть свой индивидуальный чемодан. В принципе, они все унифицированы, во всех присутствуют одни и те же приборы, средства для изъятия вещественных доказательств. Если начать с самого начала, допустим, первое, что у нас идет, это аппарат всегда есть. То есть первое, что необходимо произвести на осмотре места происшествия, это зафиксировать все данные, которые мы видим. То есть мы непосредственно приезжаем одним из первых на осмотр места происшествия и изымаем вещественные доказательства, необходимые потом для доказательной базы. И для этого необходимо зафиксировать, чтобы потом предоставить фототаблицу в уголовное дело и зафиксировать необходимые вещественные доказательства. Субтитры создавал DimaTorzok Всего доброго!